привет друзья и так начнем сегодняшнюю лекцию или небольшую презентацию и о чем мы сегодня будем говорить ну мы выясним почему шапка называется шапкой откуда такое название происходит также поговорим про красную шапочку чуть-чуть это будет наш исторический экскурс и начнем мы с трех простых советов как подобрать головной убор на зиму всех это интересует есть три самых простых совета как это сделать правильно да без стилистов самостоятельно на что вообще ориентировать но начну я вот с небольшой презентации украшений которые нам не я хочу рассказать о украшение которое называется галстук это такой шнурок с петелькой и галстук прекрасно прекрасно подходит он вытягивает фигуру он подходит на блузку на водолазку или он подходит на свитер прекрасно вот сейчас холодное время года очень простой лаконичный аксессуар не убавить не прибавить который добавит вам сразу вот шика какого-то в ваш образ но также на мне брошь брошь молекула брошь стоит полторы тысячи галстук вот такой шнурок с петелькой стоит две с половиной тысячи и такая подвеска матрешка 500 рублей и мы начнем с нашей первой темы про то как подобрать головной убор на зиму всех это интересует три самых простых совета итак первое цвет цвет шапки подбираем под цвет ваших глаз либо тон в тон да ну голубые глаза голубая шапка зеленые глаза зеленая шапка либо по контрасту а как по контрасту я говорила в прошлом видео и также у меня есть целая статья об этом про самые простые цветовые сочетания на моем сайте и под видео я дам ссылку на эту статью можно будет прочитать так это был первый совет цвет цвет под цвет глаз итак 2 2 совет как подобрать головной убор форма форма головного убора старайтесь чтобы ваш головной убор был хорошего нормального объема ну такое смешно смешное правило но чем толще щеки тем больше шапка и давайте я сейчас покажу на себе как это выглядит вот у меня шапочка которая связана из остатков шерсти шапка готическая я на себе ее продемонстрирую вот так это выглядит шапка чепчик или шапка готическая вот такая небольшая шапочка стоит это шапочка три с половиной тысячи и вот она небольшая но потому что связаны из остатков насколько хватило купол у нее небольшой размер небольшой а теперь я покажу шапку которая самая большая которую искать как но который у меня только есть вот и смотрите сами чудесным образом щеки уменьшаются может быть береткой до чем больше объем купола шапки тем меньше кажутся ваши щеки соответственно тем больше глаза а если бывает такие кавказские лица с более острыми чертами лица то таким лицам подойдут шапки в стиле папаха мне они не очень идут но вот если у вас более острые черты лица вот такая вот шапка папаха вам будет лучше или вот еще есть такая шапка корона ну она много тоже кому подходит мне тоже хороший объем сверху да то есть шапка отличается тем что у нее объем вверх идет вот эта шапка корона она тоже не маленькая она тоже объемная но объем здесь чуть больше смещен вверх и такая шапка сто четыре шестьсот и есть один фокус-покус у этой шапки можно поменять пумпончик пучок здесь на кнопочки вот это что касается шапок и так чем толще щечки обе щечек нам холодно будет мы замерзнем у нас все-таки климат холодный так вот чем толще щечки тем больше шапка и я бы даже сказала не щечки а у всех у нас есть скулы и даже очень у худого человека да у на в нашей местности всегда есть скулы и вот эта проблема потому что скулы также требует объемного головного убора шляпы или берета но только одна проблема у шляпок берета нечем прикрыть уши а вот учебка у шапки готической у нее есть чем прикрыть уши и небольшой купол и щечки сразу кажется меньше и сейчас я вам покажу немножечко смешные кадры про ну про некоторые ассоциации вот смотрите это немножко трэша из интернета даме на фото очень нравится ее шапочка в стразах но если мы посмотрим что главное в ее образе в этой шапке главное будут щеки они глаза ну и немножко напоминают такие шапки вытянутые черепа индейцев майя но это скорее шутка да но это классическая шапочка бенни да и вот смотрите сверху розовая шапочка бенни это так как лучше не надо эта шапочка обтягивает голову девушка очень худенькая у нее точеные скулы а если вы посмотрите по контрасту да на белом фоне у нее точеная скула она накрасила глаза больше всякой меры но тем не менее щеки все равно превалирует а вот внизу вот допустим справа тоже шапочка бенни розовая да но у нее есть объем и это выглядит совершенно по другому и еще беретка беретка это тоже универсальный прекрасный случай о том как объем скул уравновешивать объемом головного убора и друзья я хочу вас пригласить на мероприятие на лекцию двух стилистов моих любимых кати панина и любовь горшинина в эту субботу 3 октября и ссылочку я дам под видео и они будут говорить про моду осени про модные цвета осени и давайте там все встречи встретимся пообщаемся и уже стилисты вам расскажут про выбор одежды и правы был выбор головных уборов более правильно более подробно чем я я вот так вот по верхам даю вам только небольшие ориентиры если вы хотите разобраться серьезней то приходите к стилистам и смотрите ссылку на их мероприятия под этим видео и итак переходим к следующей теме исторической про красную шапочку но собственно почему шапка называется шапкой от французского слова шаперон но шаперон изображен на этой картинке это такой плащик очень укороченный такой к укороченный что от него осталось только пели пели рина да плащ с капюшоном и у шаперона был длинный такой хвост ну если девушка носила шаперон то в этот хвост длинный прекрасным образом могла укладываться коса например вот в таком виде например мог быть шаперон да это франция средние века это реконструкция шаперона шаперон мог быть любого цвета в том числе и красного и фрагмент картины средневековой да где девушка в шапероне но собственно шаперон носили и мужчины тоже это опять же реконструкция как мог выглядеть мужчина в шапероне но французы модники средние века придумали другой способ носить шаперон вот здесь схема как они его залихватски одевали до изрезанные края обязательно вот так вот можно было одеть и получалось что-то вот очень модное необычное так здесь тоже шаперон собственно пелерина она болтается большим куском а тонкий хвост шаперона он вот так вот на плите ну на грудь и на плечо закинут да и это тоже шаперон это реконструкция ну и наконец красная шапочка красная шапочка носила шаперон а ну собственно про шаперон я рассказала и мы сделали всю сегодняшнюю программу поговорили про то как правильно правильно подобрать себе головной убор на зиму какие существуют три самых простых поверхностных совета по выбору шапки подробнее обращаемся к стилистам например сегодня например вот в в эту субботу моим любимым стилистом кати панина любви горшениной ссылку я на мероприятие дам под видео и также дам ссылку про цвет про то как подобрать цвет главного убора до последний последний совет третий первый про цвет второй про объем про форму главного убора и третий совет самый простой мерите пока вы не померяете шапку вы не поймете идет вам она или нет мерите везде не только в привычных местах но и в самых дорогих бутиках вас никто не заставляет покупать вещь на которую у вас нет денег да но вы поймете что бывает вообще в жизни и найдете потом аналог такой же такого же головного убора например русского дизайнера какого-то или закажите себе связать на заказ поэтому третий совет вперед по магазинам мерить шапки я скоро тоже пойду и буду публиковать фейсбуке отчеты о том как я меряю шапки в разных магазинах спасибо спасибо всем кто сегодня был со мной пока до новых встреч следующую среду со следующей презентации шапок и украшений с другими советами по головному убором из какой-то интересной исторической темы а кстати напишите задайте вопросы чтобы вам было интересно узнать я разведаю все и все расскажу ну все пока до встречи